Ситуация в Алеппе носит самый разрушительный характер. Как совершенно четко вчера об этом сказал спецпосланник Демис Туре. Он предупредил, перед нами ситуация, которая вполне похожа на то, что было в Руанде, в Сребрянице. Акты жестокости, которые Совет тогда не сумел предотвратить. Мы должны извлечь для себя урок, должны остановить разрушение целого города, восточного Алеппо. Терроризм – это зло для всего мира. Но недопустимо то, что Россия и Сирия используют контртерроризм в качестве предлога для широкомасштабной кампании бомбардировок. И гражданское население за это платит самой дорогой ценой. Независимо от того, в чем вина 7 тысяч террористов в Западном Алеппо, это не может быть оправданием для того, чтобы так долго подвергать бомбардировке 275 тысяч гражданских лиц. Мы надеялись, что Совет сумеет и прийти к такому тексту, который все стороны примут, и у которого был бы шаг внести свой вклад в практически конструктивные действия на местах. Тот факт, что сегодняшняя резолюция не прошла, это способствует поляризации динамики между ведущими державами по Сирии, подрывает авторитет Совета безопасности. С учетом того, что недавно нарушен был режим прекращения огня и прекратились дипломатические усилия США и России, жизненно важно использовать все многосторонние каналы, прежде всего Совет, для того, чтобы стороны отвести от убийства и привести их к переговорному столу, а тем временем дать спасение сирийскому народу, предоставить им столь нужную гуманитарную помощь. Совет несет особую ответственность. Мы и далее будем беседовать с другими членами Совета в изучении того, какие действия возможны предстощения. Благодарю вас. Я благодарю вас. Нам известно, господин представитель Новой Зеландии, что Новая Зеландия пыталась выработать проект резолюции, который действительно был бы срединным между двумя подходами, представленными сегодня. Мы сожалеем, что некоторые влиятельные члены Совета не позволили дать вашему проекту ход. Теперь я предоставляю слово... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова